Проблемы Кингисепского района и услуги в частности рассматривались во время рабочей поездки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Руководитель региона посетил строительную площадку возводимой школы, в которой сядут за парты в новом учебном году 350 учеников. Александр Юрьевич остался доволен выполнением графика строительства и сроками закупки оборудования, отметив, что такую школу не стыдно будет открывать. О других строящихся объектах и проблемах пошла речь на совещании. Мы все с вами прекрасно понимаем, что сегодня услугское поселение впрямую связано с развитием портовых сооружений в Уст-Губе. И здесь уже четко просматривается реализация всех тех плановых показателей, которые в свое время, еще лет 10 назад определялись по развитию портового комплекса. Губернатор рассказал, что большая работа проводится по привлечению инвесторов в этот регион с целью создания промышленной зоны. Мы в ближайшее время в Ленинградской области подпишем соглашение еще с двумя компаниями, которые реализуют свой проект здесь на территории Уст-Губе. Это компании СИБУ и Новотек. Кроме того, принято принципиальное решение правительства в Ленинградской области о создании здесь промышленной портовой зоны услуги. Кроме того, мы рассчитываем в ближайшее время приход еще ряда ягодных инвесторов, которые уже будут размещаться здесь, в промышленной портовой зоне. Это прежде всего посварит. Мы рассчитываем, что он придет сюда с именичным производством. Это Балтийский карбонидный завод, группа компаний есть. И в настоящее время мы готовим соглашение с Газпромом. Это соглашение будет подписано в рамках Петербургского экономического форума, который подразумевает строительство Ленинградской области, крупнейшего завода по отряжению газа. Примерно объем инвестиций на полные очереди 6 миллиардов долларов США. Кенгисепский район сегодня рассматривает, в судах, возможная точка строительства данного завода. Дороги. Вот одна из главных проблем района. И об этом тоже говорил губернатор. Я сегодня специально проехал на транспорте по Кенгисепскому району. Я посмотрел дороги, начиная от Таллинской трассы, через Катлы, и сюда в услугу. И дороги в ужасном состоянии. Правда, у нас в плане этого года стоит ремонт дорог именно здесь, в районе услуги, в районе Вестина. Но мы все равно должны сами понимать, пока здесь будет большая стройка, рассчитывать на то, что по нашей технологии строительство дороги здесь будет долго жить, не приходится. Но, видимо, и мы будем тогда рассчитывать на то, что раз в три года идем массово, здесь будем ремонтировать дорогу. Еще одна проблема – необходимость скорейшего инженерного обустройства территории Кенгисепского района. Газификации, водоснабжения и отведения стоков. Территория не будет развиваться, если эти проблемы мы не решим. Кроме того, у нас остается проблема с водоснабжением территории. Тут, опять-таки, в рамках проекта «Чистая вода» мы будем эту концепцию реализовывать. После совещания губернатор посетил Усть-Лужский храм Святой Троицы, где прошло праздничное богослужение. И сегодня этот день у нас получился двойным. То есть мы начали день с работы, мы сегодня провели все их, провели все, мы в Валерии Соломовичем большое рабочее совещание в поселке «Услуга». Мы говорили о перспективах развития поселка, посмотрели строящуюся школу, приняли решение на цели «Преста водоснабжения», губернаторского сада и много-много другого. И самое главное, почему именно в этот день, в праздничный день, мы все-таки начали с работы, потому что мы считаем, что этот храм, который здесь уже практически построен, будет хорошей архитектурной доминатой того города, который в течение 10 лет построится на берегу реки Луги, который впадает в Киевский заре. По окончании богослужения специальными наградами были отмечены люди, внесшие наибольший вклад в строительство храма Святой Троицы. Центр национальной славы, храм морской славы России.